здравствуйте друзья и все кто посетил мой канал меня зовут ирина я живу в болгарии сегодня я покажу и расскажу вам об одном замечательном городе в болгарии это город златоград и находится он на границе с грецией я впервые попала в этот город и он не очень понравился мы ехали сюда чтобы посмотреть машину которая продавалась в этом городе в итоге машину мы не купили а вот город нам всем очень понравился ехать нам пришлось долго примерно 290 километров и мы проехали несколько городов и множество сел об этом я рассказывала вам в прошлом своем видео все эти города и села нам понравились но город златоград понравился больше всего город златоград находится восточных родопах а горы родопы таят в себе удивительные тайны в этих местах множество интересных скал и пещер которые были созданы не только самой природы но и древними людьми и сейчас мы остановились в местечке которая называется долина горных людей природа этих мест привлекает сюда людей не только сейчас в этих местах жили люди еще в шестом тысячелетии до нашей эры об этом говорят различные исторические находки в этих местах много огромных причудливых скал напоминающих животных например гигантских крокодил и голова льва а в долине реки арда много скал с каменными нишами эти ниши высечены часто на большой высоте в самых труднодоступных местах кто это делал и почему до сих пор неизвестно есть различные гипотезы и одна из них что это дело рук инопланетян в общем в этих местах есть что посмотреть туристам а в самом городе златограде есть археологический музей где можно увидеть экспозиции и фотографии этой удивительной древней культуры и получить более полную информацию об этом златоград это самый южный город в болгарии с двух тысяч на десятого года здесь есть автомобильный пограничный переход в грецию раньше этот город назывался беловидово вероятно из-за белых домов которые были построены на выбеленных скалах сейчас в городе есть не только частные дома но и многоэтажки но город все равно не потерял свою привлекательность множество старых домов было отреставрировано и они обрели новую жизнь златоград находится в живописной долине реки вырбится эта река протекает прямо через весь город сейчас воды в ней немного но когда идут дожди она наполняется а так как город находится в восточных родопах то почти со всех сторон и его окружают зеленые холмы скалы и горы что конечно придает городу свое очарование мы въехали в город и остановились на набережной вот так выглядит эта речка сейчас сам город очень маленький девушка с которой мы разговаривали сказала нам что еще недавно в городе было больше шести тысяч человек но работы здесь нет и молодые люди уезжают на заработки в другие европейские страны и сейчас здесь проживает не больше четырех тысяч человек пока мы стояли и разговаривали с ней все люди из проезжающих мимо машин махали ей руками здоровая с ней как в нашей маленькой деревне а прямо за рекой холм покрытый лесом в общем и река и лес и горы все прямо в самом городе а мы едем в центр города и конечно меня сразу заинтересовала стоимости жилья в этом городе я заглянула в интернет и нашла только одну квартиру которая продается в златограде маленькая студия около 40 метров стоит 22000 евро это все что тут сейчас продается но цена очень хорошая если она действительно есть еще в наличии аренды в этом городе я не нашла на длительный срок но если вы решите приехать сюда на несколько дней чтобы посмотреть этот удивительный город и его окрестности то проблем с проживанием я думаю у вас не будет здесь есть и большие отели и маленькие кышты за гости это мини отели в основном это отремонтированные старинные живописные дома и конечно здесь есть что посмотреть жители этих мест утверждают что именно отсюда начинается болгария это снова река вырбится как я и говорила она протекает через весь город а мы приехали в центр города с парковками в городе естественно никаких сложностей нет все свободно все бесплатно вот так выглядит центральная улица на ней находится община города то есть мэрия и библиотека в центре города находится старейшая церковь успение богородицы а также в городе есть этнографический комплекс в котором много всего интересного здесь можно посетить мастерские и увидеть как современные мастера создают свои изделия по старинным болгарским технологиям это и ткацкие мастерские и ювелирные и гончарные и резьба по дереву и многие другие на этой пирамиде написано что город находится на высоте 522 метра над уровнем моря в центре города было тоже очень немноголюдно что конечно неудивительно если здесь проживает всего 4000 человек но город мне очень понравился он такой зеленый милый спокойный ну а мы перед тем как уезжать решили что-нибудь перекусить я решила начать с мороженого потому что было очень жарко и хотелось чуть-чуть охладиться мы остановились в небольшом кафе прямо в центре города это конечно фастфуд и я обычно не любительница фастфудов ну что делать один раз можно сейчас я покажу меню этого заведения и цены мы выбрали для себя блюдо под названием клуб сэндвич с шунка и кашковал за 6.50 ну вполне съедобно вот так вот оно выглядит и после обеда мы уже решили что пора возвращаться в обратную сторону на пути к нашей машине мы встретили вот такой вот памятник он установлен в память борцам за свободу и независимость в 1912 и 13 годах и вот мы поехали обратно вдоль дороги в городе расположен забор который отделяет город от реки и холма с лесом а там где забор закончится мы хотим спуститься к реке это будет совсем скоро вот забор закончился и здесь есть съезд прямо к реке хочется туда спуститься вот так выглядит эта речка прямо за городом здесь вполне можно отдохнуть и где-то в стороне я думаю можно искупаться потому что прямо здесь она совсем мелкая но там за поворотом там чуть глубже вот такие замечательные здесь места мне очень здесь все понравилось поэтому я советую вам посетить эти места и не так как мы в один день все бегом а на несколько дней и сам город и природа здесь просто чудесные я думаю что вам понравится а я на сегодня прощаюсь с вами всего доброго не забывайте подписываться на канал ставить лайки всем пока пока